Новости продолжают эфир. В студии работают Виктория Антонишина и я, Вера Захарчук. Здравствуйте. Новости продолжают эфир. В финансовой сферах и в области цифровизации. Казмшумар Тукаев подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора. Уверен, что сегодняшние договоренности будут способствовать укреплению двусторонних отношений. Мы придаем важное значение нашим регулярным встречам на высшем уровне, которые служат прочной основой казахско-армянского партнерства. В Казахстане очень дорожат дружественными отношениями с Арменией. К армянскому народу на казахской земле питают теплые чувства. Для Казахстана Армения является надежным и проверенным временем близким партнером. Наши народы связывают крепкие узы дружбы, общая история и схожие культурно-гуманитарные ценности. С удовлетворением отмечаю динамичное и поступательное развитие двусторонних отношений по всем направлениям. Я рад, что нахожусь здесь. Я впечатлен тем прогрессом, тем развитием, которое происходит в Казахстане. Я уверен, что наша дружба, наши отношения будут долголетними, потому что они имеют исторические корни. Казахстан для нас является надежным и дружественным партнером. И, конечно, хочу подчеркнуть наши успешно развивающиеся экономические отношения. Рост ВВП за 9 месяцев текущего года достиг 4%. По данным Министерства нациэкономики, основной вклад обеспечили сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, строительство и торговля. В разрезе регионов рост демонстрируют Алма-Атинская, Кыргандинская, Казалардинская, Павладарская, Туркестанская, Восточно-Казахстанская области, города Астана и Шымкент. Акимам следует поддержать обрабатывающую промышленность, стимулировать сферы строительства и торговли, подчеркнул премьер. Все госорганы должны быть нацелены на своевременную и качественную реализацию инвестпроектов. Ставлю задачу до конца года обеспечить исполнение целевого индикатора по инвестициям в основной капитал. Особый акцент нужно сделать на обрабатывающем секторе АПК, транспорте и логистике, а также таких сферах, как водоснабжение и электроснабжение. Регионам нужно сконцентрироваться на обеспечении стабильности цен на социально значимые товары. Источник роста наш должен быть не мировые цены на нефть, а наше собственное производство, наше собственное сельское хозяйство, растениеводство, животноводство. Вот эти вещи. Есть, конечно, вопросы, допустим, по тому, как это быстро будет. Но, однако, я думаю, что у нас есть 2-3 года потихонечку-потихонечку улучшать диверсификацию. На заседании правительства вне повестки рассмотрели вопрос отопительного сезона в городе Саране. Ужас Бегтенов подчеркнул, что все работы нужно завершить сегодня. Министр энергетики посетит регион с проверкой, а собранные материалы направят в правоохранительные органы, сообщил он. Если будет определен состав преступления, виновных привлекут к уголовной ответственности. Ужас Бегтенов связал обострение ситуации с отсутствием контроля со стороны Акимов и города и области. 10 человек задержаны по делу убийства подростка в Толгаре. Об этом стало известно на пресс-конференции, организованной полицейскими и прокуратурой Алматинской области. Журналистам показали видео с камер наблюдения магазина, где был убит подросток Щерзат Булат. Один из самых живописных районов Алматинской области сегодня мало похож на туристический. Из-за убийства подростка Шерзата Булата в город Толгар стянули войска Национальной гвардии. Уголовное дело на контроле министра внутренних дел следит за ходом расследования. И сама общественность, полицейские и прокуроры области показали журналистам запись с камер наблюдения, где произошло убийство подростка. Две камеры находились внутри магазина, одна снаружи. На видео, которое обнародовали в МВД, самого момента убийства нет. Только начало потасовки. По словам заместителя начальника следственного департамента Самата Аисова, конфликт возник не из-за банки пива. Следователь, комментируя записи с камер, подчеркнул, что все транзакции подтверждены банком. Часть суммы покупатель оплатил наличными. Это зафиксировано и на видео. Покупатель, который купил пиво, вот он в бейсболке, с синей курточкой, без рукавов. Он приобретает здесь две бутылки пива, оплачивает за них переводом Каспий. Вначале они проверяют, буквально все проверив, оплата поступает. В дальнейшем он берет третью бутылку пива. Третью бутылку пива взять, сигарету взять, оплачивает. И обратите внимание на карман, она оплачивает наличными. В последующем сейчас увидите. А оплатил и получил сдачу. То есть тот факт, что из-за баночки пива произошел этот конфликт, объективно, видеозаписями все не подтверждается. Сдачу получает он, собирает пиво, вот обратите внимание, дружелюбно все по рукам. Однако после этого покупатель возвращается и просит зарядить сотовый телефон и снова выходит на улицу. По версии следствия, именно в этот момент произошел конфликт между подозреваемым и убитым молодым человеком. Выходит шерзат. Смотрите, вот он возвращается за сотовым телефоном. Получает сотовый телефон и выходит на улицу. Вот здесь произошел конфликт. В данный момент, то есть посыл того, что это не из-за баночки пива, а здесь вот произошел. Вот здесь удар получает, вот отец выходит в красном бейсболке, останавливает. Они выясняют обстоятельства перечисления денег. То есть перечисление денег было, все показывает. Вот здесь стоит вот дядя шерзата и стоит человек, который покупал, который подозреваем будущий мужа у нас. Здесь отец в руке предмет. Мы сейчас по соответствующей видеозаписи назначили экспертизу для определения, что у него в действительности было в руке. По записи видно, что основная часть потасовки происходит в слепой зоне. Практически ничего не видно. Однако все зафиксированные камерой лица вовлечены в орбиту следствия. В том числе и две девушки. Всего под стражу взяты 10 человек. На месте сразу были задержаны 7 подозреваемых. И взяты были под стражу. Буквально 13 октября мы дополнительно водворили еще троих. Это те лица, которые на видео было видно, который находился за рулем в Volkswagen Golf. И после всей этой драки еще приехали двое лиц, которые проживали там недалеко. Их также мы возбудили в рамках этого уголовного дела. И сейчас они находятся под следствием. Стали известны новые факты по делу о пожаре в доме родителей убитого. А прокурор области подтвердил, что это поджог. На месте происшествия найдены канистра и резиновые перчатки. Опрошено более 600 человек. Назначено несколько экспертиз, которые помогут точно установить, что произошло. Специалисты уже сделали первые выводы о том, что пожар начался снаружи дома. Вероятно, был использован посторонний источник огня. Проводится исследование канистры и резиновых перчаток, найденных на месте происшествия. Определяется сумма нанесенного ущерба. Оказалось, что после трагедии родные Ширзата Булата переживали за свою жизнь и просили об охране еще до пожара. Они обратились к следователю с заявлением, наручно передали это хазатайство. Это было 7-8 вечера. Объект пожара сгорел через 5 часов, в час ночи. Но когда охрана ставится, охрана ставится на человека, а не на объект. Место происшествия убийства было там, где проживает его дедушка, где сам магазин. И именно там было патрулирование. Мы это подтверждаем. Тогда мы никакой угрозы предотвратить не могли, не знали. Полицейские и прокуроры также опровергли информацию о причастности какой-либо организованной преступной группировке. А именно, хуторские. В МВД уточнили, таких на учете нет. Тем временем, прокурор Берик Адамов пообещал, что будут просить об открытом судебном процессе с онлайн-трансляцией. Как сообщается на официальном сайте Акимата Толгарского района, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей Аким города Толгара Бахыт Курышбеков и его заместитель Матан Сагындык освобождены от занимаемых должностей. На рассмотрении находится и ответственность других работников Акимата. В Караганде за незаконную регистрацию автотранспортных средств задержали бывшего руководителя специализированного ЦОНа и его заместителя. Их взяли под стражу. По данным агентства по финмониторингу, они вводили ложные данные в информационную систему, что позволяло освободить владельцев автомобилей от оплаты первичной регистрации и утилизационных сборов. Таким образом, были зарегистрированы 33 грузовика. Ущерб государству оценили в 315 миллионов тенге. На имущество подозреваемых наложен арест. По словам официального представителя агентства по финмониторингу Алибека Абдилова, проводится досудебное расследование. В текущем году факты массовой первичной регистрации транспортных средств по поддельным платежным документам без уплаты сборов были выявлены в Акморинской, Костанайской, Алматинской, Павлодарской областях. Кроме того, агентствам во всех специальных странах проведены широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспортного средства с целью правильности уплаты сборов. Миротворческие силы ООН в Ливане насчитывают 10 тысяч человек. Они дислоцированы на юге страны с 1978 в качестве буфера между Ливаном и Израилем. После принятия в августе 2006 года резолюции Совбеза ООН, которая была призвана положить конец израильско-ливанскому конфликту, круг задач миротворцев расширился. Они контролируют прекращение боевых действий, оказывают поддержку ливанским вооруженным силам во время их развертывания на юге страны, а также содействуют гуманитарному диалогу. Голубая линия, протянувшаяся на 120 километров вдоль южной границы Ливана, установлена ООН в 2000 году и разделяет ливанские и израильские вооруженные силы. Число погибших в результате удара армии Израиля по жилому дому на севере Ливана увеличилось до 21, передает CNN со ссылкой на Ливанский Красный Крест. Авиаудар был нанесен по зданию недалеко от города Сгарта. По данным местным государственным СМИ, это первый случай нападения израильской армии на этот район за год боевых действий. Армия Израиля пока не комментировала атаку. Телеканал Аль-Джазира уточняет, что военные объекты движения Хизбалла в основном расположены на юге Ливана и в южных пригородах Бейрута. КНДР взорвала часть своих дорог, которые ведут в Южную Корею. Военные подорвали как автомобильные, так и железнодорожные сообщения с Сеулом. Это произошло на фоне усиления военной обороны границы со стороны Северной Кореи. В сети уже появилось видео. На кадрах видно, как после подрыва образуется огромный столб густого серого дыма. В Охотском море спасли мужчину, который дрейфовал в лодке больше двух месяцев. В путешествии на Катамаране житель Бурятии вместе со своим братом и племянником отправился еще в начале августа. Их маршрут пролегал через Сахалинский залив от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Аха на Сахалине. С собой мужчины взяли теплую одежду, спасательные жилеты, а также небольшой запас еды и питьевую воду. Вскоре связь с путешественниками была потеряна. Начались масштабные поисковые операции. Спустя 67 дней судно случайно обнаружили моряки из Камчатского края. Выжившего доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает. Обстоятельства и время гибели двух других человек пока неизвестно. Яркий метеор заметили в небе жители самого южного штата Бразилии, Рио-Гранди-де-Сул. Об этом сообщает агентство Рейтер. Зрелище зафиксировала местная обсерватория. Метеор пролетел около 270 километров за 5 с лишним секунд. Отмечу, что явления в Бразилии наблюдают достаточно часто. В августе 1930 года в джунглях на северо-западе страны упал крупный небесный объект. Он оставил кратер диаметром 1,5 километра. На востоке Казахстана завершили испытания нового моста. Через Бухтарминское водохранилище по нему проехала колонна из 15 груженных самосвалов. Их общий вес 450 тонн. В этот момент специальные датчики фиксировали показатели деформации, вибрации и распределения нагрузки на сооружение. Результаты показали, что все требования безопасности соблюдены. Мост станет важным звеном в транспортной сети региона. Он соединит областной центр с селами Курчун, Маркакуль, Зайсан, Тарбагатай и Катун-Карагай. Сооружение уже назвали самым длинным в Казахстане. Его протяженность 1316 метров. Кустанайская область переживает строительный бум в автодорожной отрасли. В регионе в этом году приводят в порядок сразу 1400 километров трасс общего пользования. Большая часть из них это городские и сельские дороги, которые ремонтируют впервые. Наталья Строкова расскажет. Изменения на дорогах уже ощутили жители села Сатай. Добираться в районы центра они стали в два раза быстрее. Привели в порядок трассу, которая не видела ремонта почти полвека. У нас дорогу выложили, получается, с Сатая до Узункуля. Очень довольны. Мы давно ждали. Всегда была проблема. Каждая езда, это ходовая часть машины всегда у нас страдала. Кочки были очень глубокие. А сейчас без проблем выехали. Ровная дорога. Асфальт появился и на поселковых улицах. А в темное время суток здесь впервые отпала необходимость в карманных фонариках. Из повседневности их вытеснили фонарные столбы. Освещение стало хорошо. Раньше было темно. Детям даже сами ходили, тяжело было. А сейчас хорошо. И старикам, и детям. Дорога хорошая прям. Мы можем сейчас ездить куда захотим. На велосипеде, ездят дети. На самокатах, на чем хотят. На этом участке трассы в Узункольском районе ремонтируют 70 километров дорожного полотна. Вдоль него расположены 9 населенных пунктов. В этом году средним ремонтом у нас отремонтировано 4 районных дороги. Более 21 улицы в 8 населенных пунктах. И текущим ремонтом было охвачено 5 дорог Узункольского района. Это практически увеличено на 80% ремонтных работ. В этом году на ремонт дорог в регионе направили 74 миллиарда тенге. Это на 32% больше прошлогодней суммы. В этом году только на ремонт местных автодорог мы выделили больше 36 миллиардов тенге. Это самый высокий показатель по республике. Всего отремонтируют 1400 километров дорог общего пользования и 371 сельскую улицу. Для улучшения транспортно-логистического потенциала южных районов региона сейчас строят дорогу от Аркалыка до границы с Улутавской областью. Ее ввод сократит время в пути в нескольких направлениях. Наталья Острокова, Ермик Муговидьяров, Кустанайская область, 24КИЗ. Все жители Жаксинского района Акмолинской области теперь обеспечены питьевой водой. В населенных пунктах региона в последние годы полностью обновили сети. Водоснабжение строят, ремонтируют 65 объектов. Вопрос решен и в малых селах. Подробности у Аслана Буталипова. Жители села Алгабас, что в Жаксинском районе долгие годы вынуждены обходились без питьевой воды, провести сети водоснабжения было нерентабельно, поскольку в населенном пункте всего 24 двора. Поэтому совсем недавно здесь установили контейнерный блок-модуль по очистке воды. Теперь все трудности закончились, говорит старожил Нугман Касыкпаев. Раньше с водой было тяжело. Из-за того, что она была соленой и грязной, пить ее было невозможно. Вот уже неделю стоит блок-модуль. Все односельчане радуются. Теперь вода чистая, можно спокойно ее пить. Для хозяйственных нужд у нас есть собственные скважины. Сейчас центральным водоснабжением обеспечены 19 населенных пунктов Жаксинского района. В остальных шести селах есть очистительный блок-модули. Таким образом, 18 тысяч местных жителей имеют доступ к чистой питьевой воде. На протяжении последних 10 лет в Жаксинском районе активно проводилась работа для обеспечения качественной питьевой водой населения. Это проводились такие работы, как реконструкция водопроводных сетей, капитальные ремонты. Мы достигли по Жаксинскому району 100% показателя по обеспечению качественной питьевой водой. В следующем году 45 населенных пунктов области построят сети водоснабжения. В остальных 96 малых селах установят комплексные блок-модули для очистки воды. Это позволит обеспечить чистой питьевой водой все население региона. Аслана Буталипов, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, 24КЗ. Больше 500 представителей секторов экономики заняли руководящие должности на государственной службе. Назначенцев отобрали без конкурса с учетом компетенции и функционального опыта. Большие возможности открылись и перед молодежью. Около 400 выпускников вузов, обучившихся на гранте, начали карьеру в районах и селах страны без прохождения конкурсного отбора. Для устранения лишних барьеров запустили новую цифровую систему отбора ЕКЗМЕД, которая позволяет участвовать в конкурсе из любой точки мира. Также рассматривается широкое применение инструментов искусственного интеллекта, формирование новой гибридной модели госслужбы и улучшение социальной гарантии. Если вы работали в какой-то определенной сфере, допустим, в энергетике, 10 лет, 15 лет, эти ваши 10-15 лет будут приравнены к стажу на государственную службу. То есть вы можете сразу зайти, допустим, в Министерство энергетики на должность директора департамента при условии соответствующих квалификационных требований. Для выпускников академии, для выпускников высших учебных заведений нашей страны, тех, кто закончили с GPA выше 3,33, предоставлена возможность также напрямую назначаться без конкурсных процедур на государственную службу. Эта мера направлена для насыщения талантливой молодежью, как раз таки, государственную службу в наших регионах, для повышения ее кадрового потенциала. Сенсационную находку, связанную с творчеством Сакена Сейфулина, обнаружил доктор исторических наук. Это два Кюя. Их записи хранились в Золотом фонде Казахского радио. Марат Апсиметов уверен, музыкальные пьесы неизвестны. Саня Акабжасарова расскажет, почему наследие великого писателя затерялось. Это радиозапись 60-летней давности. На ней звучит никому неизвестный Кюй Сарарка, авторство Сакена Сейфулина. Исполнил его кабызист Даулет Махтыбаев. Случилось это 24 августа 1964 года. Этому есть документальное подтверждение. Однако сенсационная новость о том, что казахский поэт еще и писал инструментальные пьесы, тогда так и затерялось среди архивных документов. Известно об этом стало только этим летом. Записи в журнале и на пластинке обнаружил доктор исторических наук Марат Апсиметов. Сейчас он исследует этот вопрос. Мы не знали, что он еще на Кубызе играл. В 1964 году вся наша республика отмечала 70-летие Сакена Сейфулина. И холховизист Даулет Махтыбаев, он исполнил свой долг. Он пришел в казахское радио и на Кубызе исполнил два кюя. Сакена Сейфулина, Сарарха и Аупальдек. Которые 1920-е годы он научился у Сакена Сейфулина. И они конкретно стоят под номерами. Это кюй о том, что когда он бежал с колчаковской тюрьмы, и в степи он вспоминал о бескрайней своей степи, Сарарха Золотой степи. И он со страданием исполняет этот кюй. Он совершенно такой философский. Пока найдено только два кюя Сакена Сейфулина. Однако их было больше. В этом уверены исследователи творчества казахского просветителя и его родные. Дочь родного брата поэта Мажита, София Сейфулина, предполагает, многие произведения затерялись всему виной политика того времени. Женщина уверена, исследование и изучение архивов может выявить новые факты о Сейфулине, как о писателе, государственном деятеле и семьянине. Сакен Сейфулин это еще вообще не прочитанная книга. Вот вы знаете, очень много его талантов еще надо изучать, изучать, изучать. Я хочу, чтобы наши ученые занялись вообще. Потому что помимо Куив, помимо Хобеза, помимо... Он блистательно играл на домбре. Отец у него, когда играл на домбре, вообще в юрту никто не заходил. Потому что это было так волшебно, говорят. То есть семья была очень музыкальная, поэтичная семья была. Бабушка наша писала песни, музыку. Поэтому в Сакене очень много талантов, которые перешли от его мамы. Он еще на пианино старался играть. Текущий год открыл много фактов о казахском просветителе. Найдены документы об утверждении земельного кодекса Казахстана. Тогда Сейфулин был председателем Совета народных комиссаров. Эта бумага позволила вернуть миллионы гектаров земель, отчужденных в царское время. Это территории близ рек Урал, Иртыш, Нура, Есиль, Каспийского и Аральского морей. Еще один документ подтверждает, что именно Сейфулин открыл первый авиарейс в Казахстане. Он летал по маршруту Оренбург, Уральск, Акмолинск, Семипалатинск. Самолеты Сейфулин лично сопровождал из Москвы. Он был настолько азартный ко всему новому. Он очень был такой легко обучаемый. Он старался ко всему прогрессивному, чтобы казахский народ, как говорится, узнал все. И мог и пилотами быть, и летчиками быть, и банкирами быть. И могли свои военные должны быть. Даже военные училища, он когда открыл, он поставил основные условия, чтобы шло военноучеще на казахском языке. В рамках юбилея писателя в стране проходит множество мероприятий. Это выставки, литературные чтения, лекции. Только столичный музей имени Сакена Сейфулина проводит около 50 таких встреч. Саня Кубжасарова, Мурат Арибханов, 24 Кизет. Пока это все новости. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok